Привет! Сегодня поговорим о ремонте пылесосов. Причем не столько о ремонте пылесосов, сколько о сервисном центре. Так для пылесосов Bosch, ни хрена себе, причем тут Bosch и Kerkher. Я ж про Kerkher всегда рассказываю. Неважно. Bosch, Hilti, Devot, ну и конечно же Kerkher. На днях я увидел видеоролик Алексея Земского о просто охуевшем сервисном центре. Просто по-другому не скажешь. Вкратце, ролик выглядел вот так. У одного из моих мастеров сломался пылесос на 20 литров. Суть поломки примерно в следующем. Когда пылесос в автоматическом режиме начинает стряхивать пыль с фильтра, раздается дребезжание, после чего раздается треск, а потом он все время усиливается. За несколько дней пылесос отремонтировали и отдали мастеру. Когда он привез его на объект и включил, он поработал ровно 20 секунд, после чего опять началось дребезжание. Мастер снова привез пылесос в магазин и сдал он в ремонт. После того, как он приехал на объект и включил, он поработал ровно 20 секунд, после чего опять началось дребезжание. Были какие-то проблемы, причем это была одна и та же проблема, которая, сука, не решилась, но за которую брали деньги. Я посмотрел и понял, что мне есть что сказать по этому поводу. Я знаю, как помочь всем, когда сервисный центр просто охуелся. Итак, внимание, начнем с того, что пылесос Hilti и пылесос Kerkir это один и тот же пылесос. Дальше больше. Это большие пылесосы. Давайте начнем с меньших пылесосов. Я залез в сервисную программу и оказалось, что Kerkir делает пылесосы для Hilti. Здравствуй, глобализация! Наконец-то нам что повезло с этим. То есть большие крупные предприятия, для того, чтобы не иметь у себя какое-то производство ради трех моделей пылесоса, заказывают у других больших, крупных, солидных предприятий эти пылесосы. Давайте посмотрим. Пылесос DeWalt, пылесос Kerkir. Ни хрена себе! Они одинаковые. Найдите 10 отличий, кроме цвета. Так, собственно, к чему я это веду? Если у вас горят сроки, вам нужны качественные услуги, то проще всего пойти в другой сервисный центр. А вот если нет сервисного центра, он монополитный. Он монополитный. Тогда вы просто берете, идете в сервисный центр Kerkir, и там вам починят пылесос Hilti, пылесос Bosh или пылесос DeWalt. Они, конечно, могут не поверить, но когда они залезут в сервисную программу, они сразу увидят, что они могут его отремонтировать, что они могут заказать под него запчасти и могут починить вам этот пылесос. Причем, поверьте, сервисники Kerkir на пылесосах собаку съели. Что хорошего? Они закажут, они быстро это вам все сделают. Что плохого? Если у них нету этих запчастей, а поверьте, у них, скорее всего, не будет корпусных деталей к этим пылесосам или еще чего-то подобного, потому что просто Kerkir не торгует такими пылесосами. Нужно будет подождать примерно месяц, когда это приедет. Это, конечно, не шесть месяцев, но месяц это тоже дохрена, согласитесь. Вернее, как не будет? Каких-то фильтров, на котором будет написано Hilti или турбины, на которых будет написано Hilti, там не будет. Но там будут запчасти, на которых написано Kerkir. То есть, скорее всего, там будет такая же турбина, на которой просто будет написано Kerkir. Такой же электромагнит, такой же фильтр, такая же турбина. Все то же самое, только будет написано не Hilti, а кирка если вас это устраивает если вам не принципиально что у вас внутри пылесоса будет работать турбина с надписью кирка они точно такая же турбина с надписью кирки то добро пожаловать иначе пойдите заранее сервисный центр киркер договоритесь с ними они с радостью привезут какие-то расходники под вас и будут держать то есть если вы заключили с ними договора мы серьезная организация можете спокойно жить себе и понимать что у вас есть запасной план дальше больше я все понимаю и бывают и делать не в марке не в бренде а просто уродок и люди поэтому если вы забираете пылесос и вам рассказывают что его никак нельзя проверить кроме того как вы придете куда-то к себе на место включите его подключите к электроинструменту и поймете работает он или нет знаете вам врут я бы даже сказал вам пиздец давайте проверять показывать буду на пылесосе киркер но поверьте схема одна и та же принципиально есть две схемы включения пробивки фильтра первая это автоматическая то есть вы включили включили кнопку пробивки фильтра и каждые 15 секунд в автоматическом режиме эта штука пробивает фильтр то есть вам даже делать ничего не надо не подключать электроинструмент не отключать ничего второй вариант это механическая пробивка фильтра то есть вам нужно перевести рычажок где-то он будет сзади сбоку сверху все равно где рычажок перемещается и когда у турбины увеличиваются обороты когда идет большее напряжение на турбину включается пробивка фильтра то есть там чистая механика вот тут вот наверное вам расскажут ну это вам надо к штраборезу подключить или хотя бы там к электролобзику подождать пока фильтр добьется пылью и тогда нихера включаете пылесос затыкаете шланг рукой и ждете за окно в шланг рукой вы создаете турбине точно такой же вакуум как забитый фильтр у турбины мозгов нету она не вычисляет закрыли вы рукой там вылезла оттуда посмотрела такая ну что закрыли рукой или это пыль ни хрена то есть она просто взяла и начала работать быстрее соответственно какая-то цепь работала и у вас началась пробивка фильтра все очень просто закрыли рукой подождали фильтр пробился услышали как это все работает если это не работает оставляйте пылесос требуете качайте права и все остальное прочее теперь самое интересное для тех кто услышал в начале слова вложь the wall и все остальное а я еще ничего не сказал про это дело так вот все что я сказал про пьюти это тоже самое вот она схема в разборе пылесоса газ 35 газ 55 и тому подобных пылесосов у бош то есть керкер делает пылесосы для боша керкер делает пылесосы для пьюти и керкер делает пылесосы для пьюти он еще делает пылесосы для нескольких фирм но в нашей стране в наших даже странах они не так распространены и это не важно на этом все пока